Рамблер Почта В один прекрасный день сверху приходит задача Изменить способ обработки невалидных почтовых адресов на экране написания письма Окей, думаю я, не проблема Немного изменения модели и все, что остается, дернуть метод обновления вьюшки Все красиво, все работает, билд уходит в QA И тут начинаются проблемы Первый крэш случается при попытке сохранить письмо в черновике Примерно то же самое происходит и при отправке письма В методе обновления контактов адресной книги вообще происходит что-то страшное Все крэшится, все не работает Ну, нет проблем, думаю я Все, что угодно можно решить и фейлсом Поменял код, собрал билд Ну, проверять это, конечно, для слабаков И все, снова уходит в QA В этот раз все стало еще хуже Падало буквально все Ситуация, конечно, несколько утрированная Но я думаю, она могла произойти с каждым Причина того, что весь презентейшн слой нашего приложения Не был покрыт надежным комплектом тестов Проблема Бизнес хочет уменьшения затрат на разработку и поддержку приложений Разработчики хотят писать чистый красивый код Ну, или я, по крайней мере, на это надеюсь Достижение обоих целей нам в Rambler & Co. помог Viper Что же такое Viper? Это подход к архитектуре презентейшн слоя мобильных приложений Основанный на идеях Роберта Мартина, изложенных им в статье The Clean Architecture Вкратце, это способ разбития тех самых Massive View контроллеров На определенный набор элементов с едиными ответственностями Viper достаточно большая и емкая тема Но сегодня мы сосредоточимся на трех основных вещах Мы рассмотрим, что такое Viper-модуль и из чего он состоит Научимся связывать модули друг с другом И посмотрим, какие возможности в будущем вообще дает нам использование Viper Сначала немножко истории Как я уже успел сказать Идея Viper основана на концепции The Clean Architecture, изложенной дядюшкой Бобом Ребята из Mitchell Mobile почитали, подумали и адаптировали идеи Под суровую реальность iOS-разработки Они же подготовили статью на небезызвестном Objective-CIO И уже оттуда идеи разошлись по всему миру Посмотрим на каноничную схему Viper-модуля И ответственности всех его элементов Во-первых, View View — это, по сути, интерфейс взаимодействия нашего модуля с внешним миром То, что принимает от внешнего мира какие-то команды И заставляет приложение работать В частном случае это действительно View, какой-то интерфейс Который умеет обрабатывать пользовательские действия И отображать информацию на экране Презентер — самая важная часть нашего модуля Именно этот парень решает, когда, какой компонент, что должен сделать Кроме того, если в нашем модуле приходится держать промежуточный стейт Презентер для этого самое подходящее место Интерактор закрывает с собой всю сложность бизнес-логики текущего модуля Работа с данными, работа с сетью, валидация, что угодно Роутер — это объект, единственной обязанностью которого является обеспечение переходов между модулями И Entity — это просто модельные сущности, с которыми мы работаем в приложении Перед тем, как пойти дальше, я хочу обратить внимание, что каждый красный овальчик на этой схеме Не стоит воспринимать именно как класс Относитесь к этому как к слою То есть, к примеру, вью слой под капотом может состоять из пары десятков других компонентов Главное правило, которому стоит следовать — это обеспечить, чтобы презентер не знал ничего об этой сложности Презентер только знает, что есть какая-то абстрактная вьюшка, реализует какой-то протокол Посмотрим, как раскидываются обязанности стандартного массив-вью контроллера по элементам Viper Первый пример У нас есть какой-то экран, в его вью-детлоуде мы хотим обновить текст на Navigation Bar В Viper это выглядит следующим образом Жизненный цикл остается во вью Там же находится и метод непосредственного обновления текста на Navigation Bar Но уже инициацией этого действия занимается не сам контроллер, а презентер То есть выглядит это следующим образом Вьюшка загружается, говорит презентеру, что загрузилось Презентер говорит вьюшка, вот тебе текст, обнови свой тайтл Вьюшка это событие ловит и обновляет текст на Navigation Bar Следующий пример посложнее Мы валидируем введенный пользователем телефонный номер Смотрим, все ли там хорошо или нет Если все хорошо, переходим на следующий экран Если все плохо, показываем алерт Логика валидации однозначно находится в интеракторе Методом перехода на следующий экран занимается роутер В данном случае за показ алерта будет отвечать вьюшка А вот этот страшный фейлс, как раз таки та конструкция, которая обеспечивает принятие решения, находится в презентере Работа с базой данных, в частности фетчинг данных Ну это однозначно интерактор Работа с сетью, неважно, NSURL session, Fnetworking или какие-то наши собственные костыли Как и в прошлом случае, в интерактор Использование UI Storyboard Segu, в том числе для передачи данных Конечно, Apple в этом случае жестко привязала нас к использованию UI Китая, UI V-контроллера в частности Но пока что абстрагируемся от этого, забудем и просто перенесем это в роутер Мы еще вернемся к этому Реализация протокола UI Table View Data Source, в частности наполнение ячейки данными При первом знакомстве с Viper есть огромный соблазн реализовать эту логику в презентере Так делать нельзя Презентер не должен знать ничего о деталях реализации своей вьюшки Таблица, коллекция, вообще ячейка или вьюшка Он этого не знает Он просто знает, что есть вьюшка, закрытая протоколом Умеет принимать данные и обновляться Все То есть в этом случае эта логика уходит во вью Следующая ситуация Есть экран, есть вьюшка, есть PNG-рекогнайзер Пользователь двигает пальцем по экрану И вслед за этим хочет, чтобы вьюшка продолжала двигаться Эта логика не затрагивает никаких других компонентов Нам не надо обрабатывать это передвижение, ничего не надо делать Это мы можем целиком и полностью оставить во вьюшке Усложним пример Теперь после того, как жест достигает какого-то граничного значения Будем открывать боковое меню За открытие бокового меню отвечает роутер А за слежение за текущим оффсетом и хранение вот этого граничного значения в 100 Будет отвечать презентер Посмотрев, как раскидываются обязанности стандартного массивью контроллера Можем вообще посмотреть на недостатки каноничной схемы вайпера Первый — это невозможность переиспользования бизнес-логики, содержащейся в интеракторах Представим, что был у нас экран написания письма Мы написали в интеракторе метод отправки письма, он довольно сложный Мы сначала создаем новый черновик, отправляем на сервер Получаем в ответ какой-то айдишник письма, созданный на сервере И должны обновить локальную модельку Окей, сделали мы все это в интеракторе, все хорошо Через некоторое время та же самая логика требуется еще и на другом экране Скажем, для отправки отзыва Ну и все плохо Мы должны либо дублировать, либо использовать тот же самый интерактор По очевидным причинам ни один из вариантов нам не подходит Проблема решается просто Вся переиспользуемая бизнес-логика выносится на отдельный сервисный слой То есть сервисы — это объекты, реализующие какую-то часть бизнес-логики приложения Могут работать с какой-то энтити, могут быть просто сами по себе Таким образом, интерактор просто… в него инжектятся определенные сервисы Он знает об их протоколах и работает с ними Кроме того, в интеракторах позволительно оставлять бизнес-логику, уникальную для данного модуля Следующий грех, который часто совершается адаптом Вайпера Это переименование роутера в wireframe и наделение его ответственностью По инициализации всего стека, по проставлению зависимостей Так делать нельзя Есть прекрасная мантра, которая нас от этого удерживает Роутер должен роутить Это прям точно и однозначно Проблема решается следующим образом Мы в наш модуль добавляем еще один элемент assembly Я не знаю, правильно ли я это произношу по этому assembly В идеальном виде она реализуется с использованием dependency injection фреймворка Typhoon Но на самом деле никто не мешает забить на Typhoon Написать какую-нибудь фабрику, которая за нас это сделает И использовать ее во входной точке нашего модуля Из всего того, что я рассказал, вы могли сделать вывод, что вайпер модуле Однозначно получается из какого-то экрана нашего приложения Это не так Вернее, не обязательно так Вайпер модулем может быть практически что угодно Вью контроллер, ячейка, вьюшка, обладающая сложным поведением Какой-нибудь контейнер, к примеру, tabbar контроллер Или даже демон Демонами мы называем объекты, которые не имеют пользовательского интерфейса Но, тем не менее, находятся на верхних слоях нашей архитектуры Умеют сами принимать решения К примеру, это объект, который создается при запуске приложения Живет всю его жизнь и по таймеру обновляет список непрочитанных сообщений Он тоже прекрасно реализуется в виде вайпер модуля Мы уже прощелкали из десяток слайдов Но так и не перешли к решению проблемы, поставленной в введение Как же вайпер помогает нам обеспечить надежность нашего приложения? Все очень просто Каждый из представленных модулей покрывается надежным комплектом юнит-тестов Более того, новый модуль вполне себе спокойно и хорошо пишется по методологии ТДД Да, тестов получается много, да, некоторые из них тривиальны Но это во много раз окупается на этапах поддержки и рефакторинга приложения Большинство инструкций по рисованию вайпера напоминают небезызвестную картинку с совой Ребята рассказывают нам, что такое view, presenter, interactor Говорят, как нарисовать эти самые два круга А потом, ну все, ребят, вы готовы, рисуйте сову, у вас все будет хорошо Окей, думаем мы, не проблема И получается что-то в этом духе Разработчики подходят к решению проблемы переходов между модулями по-разному Кто-то прокидывает между роутерами навигейшн-контроллеры и винду Кто-то использует один глобальный роутер Некоторые ребята вообще в интерактор засовывают стейт Делают его синглтоном и используют во всех модулях Но почему-то большая часть разработчиков игнорируют UI-кит, UI-стериборды и Segu Segu прекрасно Они позволяют нам реализовывать в приложении навигацию, не завязываясь на какие-то конкретные классы, на детали реализации переходов Все, что нужно знать роутеру, это ID-шник Segu, и все Вот так это выглядит В роутер модуля проинжекшен его view-контроллер, закрытый протоколом transition handler Роутер знает о деталях реализации этого протокола и может попросить контроллер осуществить Segu Посмотрим на второй модуль В его view-контроллер проинжекшен презентер, закрытый протоколом модуль input Модуль input — это интерфейс второго модуля Он говорит о том, как модуль может быть сконфигурирован, какие данные он принимает, какие действия он выполняет Вот так выглядит непосредственно переход В роутере, не вдаваясь в детали реализации, мы просто дергаем определенный ID-шник Segu В ответ в блоке нам приходит тот самый презентер, закрытый протоколом модуль input Здесь мы можем сделать что угодно Можем вызвать метод конфига у второго презентера Можем передать ему данные Можем сделать презентер текущего модуля, его делегатом и обеспечить обратный канал связи Вот так выглядит флоу данных между двумя модулями при использовании такого подхода Пример список контактов и карточка контакта Пользователь выбирает ячейку с контактом Передает ID-шник выбранного контакта в презентер Презентер просит роутера совершить переход к карточке контакта с таким ID-шником Паракидывает этот ID-шник в роутер Оттуда он попадает в презентер, вот через ту штуку, которую я сейчас показывал Презентер у своего интерактора просит отдать модельку контакта И использует ее для того, чтобы отобразить на вьюшке полную информацию Похожим образом реализуется и работа композитных экранов Что такое композитный экран? Это контроллер, состоящий из нескольких других модулей Самый яркий пример — экран новости, у которого есть комментарии Новость — это один модуль, комменты — другой В таком случае общий модуль-контейнер просто держит ссылки на модуль-инпуты Всех остальных своих подмодулей Когда его инициализируют данными, он может их правильно сконфигурировать Обратный канал связи реализуется точно так же Просто презентер в таком случае будет выступать делегатом каждого из этих подмодулей Посмотрев на то, как связывать модули друг с другом, можем перейти к самой интересной части Посмотреть, какие возможности нам предоставляет использование Viper Во-первых, планка 100% покрытия кода тестами теперь не является чем-то абсолютно нереальным и недостижимым Да, непонятно, зачем это нам нужно, но это круто и мы можем Становится возможным написание максимально высокоуровневых интеграционных тестов Без привлечения UI-тестирования Все, что нам нужно, это просто подменить вьюшку текущего модуля интеграционным тестом и все Мы знаем о том, с какими протоколами работает вьюшка Можем полностью смоделировать ее поведение, можем проверить модуль Опять же, непонятно, зачем это нам нужно, но мы можем Благодаря тому, что наши модули независимо друг от друга сильно декомпозированы Мы можем прийти к тому, чтобы собирать приложения с использованием какого-нибудь менеджера зависимости К примеру, какого POTS В данном случае мы таким образом подключаем не только модули текущего приложения Но и модули из какого-то общего каталога К примеру, экран авторизации общий для всех приложений компании И что-то совсем из области фантастики Становится возможным написание генератора скелетов простых приложений Все, что нам нужно, это задать четкие контракты каждого из модулей Описать их связи Дернуть команду generate И все станет хорошо, и останется там мелочь Ну, написать немного реализации, и все Вспомним, о чем мы успели поговорить Мы узнали, кто-то вспомнил, что такое Viper Из чего состоит модуль Какие у него есть недостатки И как на Viper ложатся стандартные ответственности MassiveView контроллера Мы научились связывать модули друг с другом И посмотрели, какие возможности нам дает использование Viper На этом Ах, да, кое-что еще Возможно, с этого стоило начать Но для нас в Rambler & Co. Viper Это не просто забавная технология и повод поиграться Это основной подход к архитектуре всех наших мобильных приложений Уже сейчас и в истории в разработке приложений на Viper больше десятка Так вот, нам есть чем поделиться Мы выкладываем в Open Source некоторые из наших наработок Во-первых, это Rambler конференция Относительно крупное приложение Которое сейчас в процессе разработки Весь его presentation слой целиком написан на Viper Генерамба Ruby кода-генератор Который позволяет нам генерировать как код, так и тесты Добавляет файлы сразу в Xcode Файловую систему Работает с гибкой системой шаблонов То есть с ним ничего не поставляется Все можно подключать либо локально Либо с указанием репозитория Либо с центрального каталога Viper McFlurry Не совсем библиотека, а скорее сборная солянка Разных хелперов и инструментов по работе с Viper В том числе и вот та самая штука Для передачи данных и переходов между модулями Которые я уже показал И последнее, но самое важное Это The Book of Viper Сборник наших мануалов, статей, схем, рекомендаций Лучших практик по использованию Viper Теперь действительно все Спасибо Я прям предвижу, да? Раз Спасибо за доклад Вы в качестве, не знаю, основных плюсов Viper Сказали, что он позволяет сделать практически стопроцентную Код кавердж Как он помогает тестировать вьюшки? В данном случае мы тестируем вьюшки Не с точки зрения подробности реализации интерфейса Как мы их правильно покрасили Как реализованы анимации Мы тестируем вьюшки как отдельный юнит Как отдельный компонент То есть у нас есть четко заданный интерфейс Это протоколы, которые вьюшка реализует И ее аутлеты И мы можем проверить, что происходит, когда мы эти методы дергаем В этом плане вьюшка, вью контроллер Абсолютно ничем не отличаются от других компонентов Важно понимать, что это ни в коем случае не заменяет Автоматизированные acceptance тесты Ну, UI-ные, допустим И ручное тестирование Это просто вот именно те самые юнит-тесты Которые мы должны писать сами Добрый день, Дмитрий, я 1S Rarus У меня вопрос по поводу core data и NSFetch Result контроллера Сделано ли это у вас, если да, то как это с вайпером ассоциируется? Не знал, что вы используете core data Да, на самом деле вопрос core data и вайпера Это то, что многих очень интересует На самом деле дядюшка Боб в своей статье рекомендует Подробности, ну детали реализации дата сториджа Оставлять вообще на уровне интерактора На самом деле в iOS, ну это просто скорее рекомендация В случае простых приложений мы, допустим, вообще не обязаны Вводить дополнительный слой plane-объектов И можем спокойно работать с менеджет-объектами в UI Да, сложно, ну core data это сложно, да Но все-таки это можно сделать По поводу Fetch Result контроллера Мы пришли к следующему решению На уровне интерактора есть еще один объект Что-то вроде notification, event, handler, delegate, неважно Название это тоже сложно В общем, это штука, которая внутри себя Либо держит Fetch Result контроллер, либо подписывается на уведомления core data И, соответственно, когда что-то происходит Она может уведомить об этом интерактор И уже в интеракторе либо будут происходить какие-то события Либо маппинг этих менеджет-объектов plane Либо что-нибудь еще Спасибо Добрый день У меня вопрос такой То есть при использовании Viper Или любой вообще другой архитектуры Когда у нас количество классов Множится просто невероятно Соответственно, при использовании Typhoon У нас разбиение даже ассембли То есть они множатся с такой невероятной скоростью Что у нас 10 контроллеров Это все, уже новый человек приходит Он просто обалдевает вообще, что происходит в проекте То есть как вы с этим боретесь? Что вообще делать? Я ждал этого вопроса Ответ простой Генеромбо Это тот самый кодогенератор, про который я говорил Он решает одну проблему Сложность создания нового модуля Сложность написания базовых методов Базовых протоколов То есть все это делается одним нажатием кнопки Вторая часть вопроса Это, допустим, количество ассембли В НСАЕ практически Ну, вообще, Typhoon в своей вики пишет Что для того, чтобы активировать ассембли при старте Используйте, ребята, инфоп и лист Это так делать не обязательно Я буквально не так давно встраивал хук Который позволяет нам через ап-делегат Отдать классы ассембли, которые нужно активировать при старте Эти классы мы можем без проблем собрать в рантайме То есть нам нигде это не придется хардкодить Это вторая часть ответа И третья по поводу прихода нового разработчика То, что мы в проекте следуем концепции Viper Его методология Позволяет разработчику, наоборот, быстрее въехать в проект Либо архитектура ему уже знакома Либо он просто тратит некоторое время на то, чтобы познакомиться с нашими статьями-мануалами И прочими материалами И уже понимает, где что находится Что за что отвечает Где что можно искать Здесь еще очень сильно помогает строго упорядоченная структура проекта Генеромба, кстати, очень хорошо по группам всего раскладывает В эксходе, учтите Ну, вроде бы все Продолжаем Вот насчет сервисов Каким образом сервисы уведомляют интеракторов, что что-то изменилось? Через notification center или как? Нет, ни в коем случае Сервисы — это просто тупые обертки Это может быть либо обертка над сетевым сервисом Когда это дата-сервис для работы с данными Либо просто обертка над какой-то логикой Она сама ничего не может Она сама ничего не делает, не инициирует Как раз таки тем, чтобы инициировать какие-то действия, занимается наш модуль Это верхний уровень архитектуры Именно он инициирует все действия в приложении То есть сервис закрыт каким-то протоколом, где объявлены его методы Чаще всего они асинхронны Интерактор просто дергает у сервиса метод И ждет, когда в completion блоке ему вернется значение Если это какой-нибудь частный случай Вроде отложенных команд и необходимости действий в оффлайне Это уже отдельная история И это уже тоже не на уровне вайпера решается У нас уже передан микрофон Все, подготовлено Спасибо за доклад У меня такой короткий вопрос А что про другие платформы Android или Windows Phone? Конечно У нас в Rambler довольно большая команда iOS-ников и Android iOS-ники уже все используют вайпера А вот в Android буквально недавно одного человека мы перетащили Витя, пользуясь случаем, передаю привет В общем, сейчас он адаптирует концепцию под Android И уже, насколько я знаю, даже начал переводить один проект Под их аналог вайпера В целом отзывы положительные, ему очень нравится Ну действительно, подход-то хороший и платформа независимая в принципе Пью-пью Я точно помню, там были еще руки Я где-то ходил Ах, вот они Господи, как вы только садитесь Поудобнее, не можете садиться? О, удобно, да? Отлично Спасибо за доклад Я Михаил из Яндекса У меня вопрос такой Изначально было сказано, что TableView DataSource У вас внутри вью создают данные Откуда он в итоге получает данные? Как я и сказал, презентер о деталях реализации вьюшки ничего не знает Он знает, что вьюшка реализует протокол, в котором есть метод reload with objects Он принимает массив Все, презентеру пофиг Он получил интерактора массив, отдал вьюшке Вьюшку уже на ее уровне есть какая-нибудь, не знаю, фабрика ячеек Отдельно выделенный DataSource, ну, не суть важная В общем, вьюшка уже этому парню может отдать объекты Он из этого соберет вью модели, ячейки Ну, не суть важная, и покажет все это Да, понятно А еще тогда такой вопрос Получается, что у вас между презентером и вью Используется какой-то, не знаю, универсальный протокол, да, или что-то Потому что было сказано, что каждый вью, он может быть очень сложным И, соответственно, такому вью нужны, ну, каждый раз разные данные То есть, каким образом происходит вот это вот переиспользование между презентером и вью Либо вы используете под каждый тип вью свой какой-то презентер со своим, там, не знаю, протоколом, интерфейсом Или вот как вы, как у вас вот это взаимодействие построено Вообще ни один из элементов вайперстека ничего не знает о конкретной реализации другого элемента Они всегда закрыты протоколами Обычно мы закрываем вьюшку протоколом view input А вьюшка знает о презентере, что он реализует протокол view output Методы, которые есть в этих протоколах, они не зависят от того, что это за вьюшка, что это за презентер Они зависят от конкретного модуля, от юзкейса, от той логики, которую он реализует К примеру, у нас есть экран списка постов И вот в том самом протоколе, в котором закрыта вьюшка, есть только метод обнови посты Все То есть здесь нет смысла, в принципе, выделять что-то универсальное Потому что каждый модуль – это действительно уникальная единица логики Именно поэтому мы избавляемся от дублирования кода Я что-то еще хотел ответить То есть получается, так или иначе, у вас к каждому специфичному вью У вас соответствует определенный презентер Ну не в явном виде, условно говоря, посредством протокола На этом уровне идет абстракция Ну вообще да Я понял, спасибо Можно еще один вопрос, пожалуйста Я здесь Вижу Можете для устаканивания и раскладки по полочкам принципиальные различия вайпера от MVVM? Хороший вопрос, меня буквально по почте вчера спрашивали Насколько я вижу это В MVVM вью-модель обладает состоянием То есть мы меняем состояние вью-модели Вьюшка об этом узнает посредством биндингов, уведомлений, не знаю, чего угодно Все В вайпере же ни один элемент состоянием вообще априори не обладает А в вайпере все вот эти элементы обладают поведением Я вот вижу принципиальные отличия именно в этом факте То есть это прям такое корневое отличие И не знаю, вопроса такого не было Но я скажу, почему мне кажется, что вайпер удобнее, чем MVVM Ну конкретно в iOS разработке Мне кажется, что MVVM гораздо сложнее тестировать Ну протестировать вьюшку презентер-интерактор просто Мы знаем их четкие методы, они обычно синхронные Там тест занимает буквально пару строк кода Чтобы протестить, как вьюшка реагирует на события изменения вью-модели Ну это уже не так тривиально Еще вопрос с галерки, Егор Вот-вот-вот-вот здесь Сложно-сложно, вижу Здравствуйте, спасибо за доклад У меня тоже был вопрос по поводу Вот вы сказали, что реализуете протоколы TableU Delegate и DataSource во вьюшке А значит ли это, что реализация дублируется по всему проекту Если много вьюшек с таблицей Или у вас есть какое-то централизованное решение То есть Salesforce и Index Path в одном месте в проекте Или он везде Я уже рассказывал, что на самом деле вьюшка это не класс, это слой То есть если я говорю, что это логика во вьюшке Это не значит, что она в UIV контроллере или в UIV Вообще мы для работы с таблицами используем Ну сейчас вы посмеетесь Мы используем Nimbus Что, нет смеха? Ребят, серьезно, Nimbus Следующая презентация про Nimbus Вот, ну Nimbus хорош Он позволяет нам абстрагироваться от ячеек Работать с какими-то объектами То есть как это выглядит? Есть какая-то TableView модель Описывающая состояние таблицы Все, что нам нужно, это инициализировать ее массивом view моделей Окей, за то, чтобы собирать эти view модели у нас отвечают отдельные фабрики И все Вот только они по сути и будут разниться То есть по всему проекту используют То есть реализация вот этих вот Всех вот этих методов, она только в одном месте Это внутри Nimbus То есть вот Nimbus дает класс NITableView модель А внутри него реализованы датасорсные методы Давайте вот вопрос последний Просто человек тянет руку уже Я не знаю сколько, не могу его проигнорировать Спасибо, я хочу еще немножко уточнить по предыдущему вопросу Чем MVM отличается от Viper В MVM нет понятия роутера вообще И там нет такой как бы навигации, как в Viper через отдельный класс Ну нет в MVM чистом Ну в чистом, да В чистом нет, то есть вот А вопрос у меня такой Если у нас есть какой-то user story Например, тот же самый авторизация Может идти по нескольким view контроллерам По нескольким шагам И как это будет реализовываться в Viper? То есть вот для одного экрана более-менее понятно А вот когда несколько экранов ведут через Ну как-то вот Есть одна общая стрейборда для user story К примеру, авторизейшн, user story, стрейборд На ней лежат наши контроллеры В простом случае каждому контроллеру соответствует отдельный модуль Окей, в первом шаге, не знаю что мы сделали Мы авторизовались Интерактор полез куда-то в сеть Совершил запрос Вернулись ему токены Он все сохранил и обратно говорит презентеру Типа, окей, парень, авторизация прошла Презентер это понимает, говорит роутеру Давай показывай мне второй этап авторизации Мы переходим на другой экран Там уже своя логика Не знаю, допустим, нас просят аватарку свою новую добавить Окей? А если, например, сама по себе авторизация разбита на два шага Отдельно, например, под почта Отдельно вводится пароль на разных экранах Как-то в один объединяет или что? Большое прощение При всей, так сказать, безграничной уважении к вайперу И отдельно к рамберу И это без шуток Количество вопросов по вайперу прям настолько велико Что мы отдадим вам Егора Если вы вернете нам хотя бы его голову Тогда окей В голове борода, в бороде вся сила